Уважаемые мамы, здравствуйте! И как вы, наверное, понимаете, поведение вашего мужа является желанием подчинить вас его представление. Представление о том, какая должна быть семья и какое положение она занимает в ней женщина, а какой режим от мужчины. Объективно, мужчина хочет поставить себя во главе вашей семьи, таким образом, наверное, везав вам свои стереотипы мышления и свои стереотипы поведения. Что касается общения со свеклами, то объективно, ничего унизительного в этом для вашего второго мужа нет, потому что прямой угрозы его самолюбию, его самоценке не наблюдаются именно в силу того, что с первым мужем вы не общаетесь. Вам необходимо сделать акцент здесь вот на чем. Для чего вы общаетесь со свеклами? Для ребенка. потому что ребенок общается, как мы написали, с дедом. Соответственно, вы делаете это для своего ребенка, чтобы ваш ребенок был счастлив. Соответственно, если у вас второй муж, ваш второй муж, ага, значит, принял вас и вашего ребенка от, как я понял, первого мужа, то он его любит. Он делает ему счастье. Соответственно, для того, чтобы ребенок был счастлив, ему нужно общаться с дедом. Соответственно, если ваш муж ограничивает общение вашего со свеклом, он, по сути, ограничивает общение ребенка с дедушкой. По сути, делая его несчастным. Вот такую логическую цепочку вам необходимо вывести своему мужу, чтобы поставить его пред фактом. Принимает он вашего ребенка или нет? Если вашего ребенка он не принимает и продолжает настаивать на этом, то есть ему интересы вашего сына не настолько важны, как свои, и то, к сожалению, нужно признать, что этот мужчина не сделает вашего сына счастливым и вас счастливы тоже. Тем более, что он грозит значит разрушением семьи. Ну, уверенный в себе мужчина, который четко знает, чего он хочет, который не сомневается в себе, не будет себя так нести. Согласитесь? Поэтому здесь можно говорить только о том, что мужчина или хочет откровенно подчинить вас себе, или обладает рядом комплексом, который мешает ему, значит, нормально с вами существовать. И в первом случае вам необходимо решить для себя, готовы ли вы занимать подчиненное положение, и если нет, то возможно придется разводиться. В таком случае получается, что у вас уже второй брак, разрушается. И необходимо тогда проработать именно в моменты, по которым у вас не получается построить именно уже брачные отношения, то есть супружеские. То есть почему ваши браки распадаются? Проблема у вас, и тогда путем общения с вами можно эту проблему найти и скорректировать, устранить, чтобы вы могли нормально строить свою личную семейную жизнь. А если у мужчины подтвердится наличие комплексов, то есть вы ему вот расскажете все, что касается ребенка, подтвердится у мужчины наличие комплексов, то тогда вот такая вопрос, готов ли мужчина с этими комплексами бороться, готов ли он их устранять? Ради вас, ради семьи, своей семьи. Если да, то посоветуйте им обратиться. Обратитесь к нам на ресурс, где ему помогут, где ему облегчат его жизнь, и он не будет причинять боль, негатив ни себе, ни вам. Это очень важно для того, чтобы ваши дети и вы были счастливы. Дальше, значит, что касается именно позиции, что касается именно позиции, значит, вы не делаете ничего плохого, но постоянные ссоры, споры вредят детям, вредят, значит, их психике, их спокойствие, их уверенности в том, что они находятся действительно в семье, что учревато негативно для них последствиями. Соответственно, ваш муж, вынуждая вас прекратить общение со свекрами, и мотивируя вас тем, что его это унижает, совершенно спокойно будет на этом не остановиться, и после того, как вы закончите общение с ними, все требует от вас чего-то еще и еще, постепенно превращая вашу свободу лишь в иллюзию, а на самом деле подчиняясь своему видению. Поэтому очень важно, чтобы в данной ситуации вы проявили твердость, проявили настойчивость, проявили независимость, проявили характер и силу, решая не только своего ребенка и его интересы, но и свою собственную независимость. Несмотря ни на что, в таком случае, мужчина или примет ваши позиции и будет с ней считаться, либо уйдет, и тогда он вас не любил, а просто использовал. И в этом случае, вы по сути избавили себя от поджиненного положения, от тирана, тирана рядом с собой, в виде супруга, и от постоянного негатива по, значит, предъявлению претензий. Да, конечно, вам будет тяжело с двумя детьми, но поскольку ребенок, это не только ваш второй, то мужчина может обязательно помогать вам материально, что облегчит вам существование. Но существование без такого человека всегда лучше, чем существование с ним. А в принципе, в принципе, на этом все. Если отельские вопросы по счету личку всегда помогу, расскажу вам все объясню. А пока желаем вам удачи и принятие верного решения. Надеюсь, у вас все получится.